На бутылках с йогуртом аппетитные гранаты и апельсины. Такие яркие фрукты, вкупе с надписью «Натуральные», любого покупателя убедят. Продукт экологически чистый. А что в составе? Крахмал, апельсиновые цукаты, концентрированный сок в паркови, ароматизаторы. Ну вот, уже есть некие консерванты. Может ли он называться натуральным при этом? Текст «Эко» на треть этикетке шоколадки тоже бросается в глаза и как магнит притягивает адептов ЗОЖ и органического питания. До того момента, пока не вчитаешься внимательно. Может ли в шоколадке «Эко» быть пальмовое масло, как минимум? Еще ароматизатор. Оказывается, может. Под этими надписями могут замешать все, что угодно. А все потому, что приставки «Био», «Эко», «Фермерская», «Натуральная» сегодня всего лишь рекламные уловки. Эти красочные надписи ничего не гарантируют. Закон, который определяет, что считать экологически чистым, а что нет, в России еще не принят. На сегодняшний день нет чувства понимания, нет чувств, даже официальной части, что такое фермерский. Поэтому фермерским продают все и пчелом. И это, конечно, с точки зрения рынка органики абсолютно не корректно улучшается. Кому неправильно, а кому выгодно. В магазинах, если верить надписям на упаковках, засилие органики. Олоко, творог, сыр, печенье. Звезда прилавка – вот такая зеленая гречка. 195 рублей. У ее собратьев ничуть не хуже, по 60, и цена поменьше, и объем побольше. Но это-то не пропаренное «Эко», «Фермерское» можно сбыть подороже. Этот суп из пачки, похоже, тоже с фермы. Загуститель игваровая, каисть. Экстракт жареного лука, комплексная пищевая добавка, куриный бульон, сахар, краситель. Так себе натуральный продукт. Первое чтение закона об органической продукции планируется на конец апреля. Остается надеяться, что после его принятия такого натурального обмана станет поменьше. Если закона примется, сразу-то не будет работать прямо идеально, как часы. И даже фермерный продукт, может быть, там, первый полгода, там, год, первый сезон, он будет где-то с некой, как бы, ясностью. Все ли там так, как написано, как бы, в стандартах. А вот уже, когда механизм начнет работать, и работать там более-менее правильно по мировым стандартам, то тогда уже можно сказать, что, да, там нет консервантов, там нет силы, там нет антипилочков, там нет стексидов и так далее. А пока ситуация с экологически чистой продукцией остается нечистой, постарайтесь не стать жертвой маркетинга. Под гордыми надписями чаще всего самые обычные продукты – втридорога. Жанна Лавянникова, Денис Кордев, информационная программа «День».